В преддверии 73-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне глава района Альберт Теучежевич Османов, руководители служб и отделов администрации района посетили на дому ветеранов Великой Отечественной и узников фашистских лагерей. Еще лет 10 назад в нашем районе проживало более 150 ветеранов, сегодня их осталось всего 10. Жизнь каждого из них поистине бесценна, ведь они живые свидетели самой кровопролитной войны 20 века. Со слезами на глазах встречает День Победы ветеран Великой Отечественной войны, житель села Белого Николай Андреевич Коноваленко. Он ушел на фронт 17-летним парнишкой и был полон решимости громить немецко-фашистских захватчиков. Вот только линия фронта осенью 1944-го была уже далеко и Николая Андреевича зачислили в запасной стрелковый полк. Приходилось нелегко, в боях каждый день гибли товарищи, но у оставшихся в живых была твердая уверенность в безоговорочной победе над врагом. Бои, раскаты в взрывах, кровь, гибель близких и друзей, этого не забыть никогда. Порой и не верилось, что все это можно выдержать и остаться в живых. Почти два года Коноваленко воевал в тылу. Затем еще несколько лет охранял секретный военный аэродром. Демобилизовался лишь в 1951 году и всю трудовую жизнь посвятил колхозу «Россия». Николай Андреевич проникновенно рассказывал гостям о долгожданной победе, о том, как труден и долг был к ней путь. Он охотно делился воспоминаниями о годах военного лихолетия и сердечно благодарил президента России Владимира Владимировича Путина, главу Республики Адыгея Мурата Корольбевича Кумпилова, районное руководство за заботу и внимание, которое уделяется старшему поколению. Альберт Теучежевич от всей души поздравил ветерана с праздником и подчеркнул, что подвиг поколения победителей не подвластен времени. Он будет вдохновлять нас и все грядущие поколения на новые свершения и созидательный труд на благо Великой России. Ветеран был глубоко тронут вниманием, тепло благодарил гостей и, проводив их, еще долго стоял у калитки. Казалось, что перед его взором, как в киноленте, проносятся кадры из жизни. Такой трудной и вместе с тем достойной. Свой долг родине Николай Андреевич отдал честно и сполна.